Всем большой привет! Меня зовут Олег Сашкина Юля, и я преподаватель и основатель московской школы Фламенко, Фламенко Мания. Мне поступает очень много вопросов по поводу обуви для Фламенко, где купить, какую лучше, как за ней ухаживать и так далее и тому подобное. Сегодня я отвечу на все эти вопросы. Поехали! Итак, какие же бывают туфли для Фламенко? Они бывают, самое главное отличие, русского производства нашего, российского и испанского. Итак, в чем отличие российских туфель от испанских? Туфли российского производителя стоят в среднем 4-5-6 тысяч рублей за пару. Ну и это, в принципе, единственный их плюс. Их преимущество – это цена. Достаточно низкая, но подошва там достаточно тонкая. Я не очень всегда рекомендую российское производство. Качество там оставляет желать лучшего. Но если нет бюджета на испанские туфли, то в принципе можно начать с них. Если нет каких-то особенных проблем с ногами, особенно косточки у большого пальца, да, можно покупать русские туфли, позаниматься в них. Потом уже купить себе испанские туфли. Но, как показывает практика, обычно люди себе покупают сначала российское производство и через пару месяцев все равно покупают испанскую обувь. Потому что она выше качеством, в ней мягко, как в тапке, в ней удобно. И звук совсем другой, да. Ну, качество дробей другое. И ощущение вашей ножки совсем будет на другом уровне, нежели в российских туфлях. А теперь поговорим про испанские туфли для фламенко. Тут большой, достаточно ассортимент. Очень много производителей. Ну, например, бегония, буллерия, сеновия, кто там еще, гоярда. Лично я ношу буллерию и бегонию. Потому что у меня достаточно длинные пальцы, как у обезьяны. Поэтому мне нужно помягче туфельки, чтобы колодка была такая не жесткая. И бегония мне подходит в этом смысле. Вот нос именно для моих пальчиков идеален этой фирмы. То есть, если у вас длинные пальцы на ногах, я вам советую покупать бегонию либо буллерию. Итак, сейчас я вам покажу два вида туфель. Одна бегония, другая буллерия. Итак, вот она туфелька наша драгоценная. Смотрите, как у Золушки. Светленькая, красивая, чистенькая, еще не убитая жизнью. Это мое последнее приобретение. Фирма Бегония Сербера. Замша светлая. Давайте изучать. Ну, самое главное, смотрим на подошву. Опа! И что мы видим? Отличительная черта туфель для фламенко. Это гвоздики. Вот здесь на носочке, вот здесь на каблучке. Не путать со степом, где просто пластины стоят. Для фламенко обязательно гвоздики. Вот часть пола ошметки. И если вы посмотрите, чтобы... Вот здесь вот вы видите бугорочек. Может быть видно, да? Когда вы будете покупать туфли, пускай вас этот бугорочек не смущает. Бывает иногда не совсем удобно стоять, да? Потому что туфельки у нас свежие, гвоздики еще не прибились. Но если вы будете хорошо и усердно дробить, да, они станут ровненькими и гладенькими, вам будет удобно, комфортно заниматься. Дальше. Давайте смотреть, что у нас здесь есть. Посмотрим на подошву. Испанские туфли испанского производителя. Они прошиты. Вот, посмотрите. Это очень высокое качество, да? У российского производства вы не найдете вот этой прошивки. Там подошва просто приклеена, да? Ну, соответственно, качество хуже. Смотрите, какая толстая подошва. Вот здесь белая часть есть, вот деревянненькая. Для чего это нужно, как вы думаете? Чтобы вам было не больно бить носочком, да? Когда у вас там есть подушечки под пальцами, да? И мы ударяем ими. Когда мы делаем планту, да? Основное движение ножкой планты есть, да? Носочки. И важно не травмировать нашу стопу, да? Наши подушечки под пальчиками. Поэтому подошва должна быть максимально толстой, да? И испанская обувь может этим похвастаться. Туфли российского производства, конечно, гораздо тоньше и ощущения будут совсем другие. Вот если вы посмотрите, вот эти туфли я лично ношу только завязки, потому что у меня достаточно узкая ножка и мне неудобно перемычки всякие. Я очень люблю завязки, это очень удобно. Не цепляется, не платок ни за что. Вот лично мне удобно. Да? Кто-то любит только застежки. Но в российском производителе, да? У российского производителя нет вот этих перемычек, точнее вот этих завязочек. Там только, как правило, с замочком. Обычные туфли. Для меня очень важны вот эти вот веревочки, да? Шнурки. Поэтому я выбираю еще эту обувь, да? Испанскую. К чему еще очень удобны вот эти вот завязочки все и сама колодка очень удобны, особенно для тех, у кого очень большие косточки, у большого пальчика. Очень мягко. Они мягкие, во-первых, внутри и, во-вторых, они очень хорошо фиксируют ногу, да? Вот у кого есть такая проблема с косточками, только испанский производитель. Запомните, только испанский производитель. Итак, еще раз про носочек. Вот он жесткий, хороший, да? Он жесткий снаружи, достаточно мягкий внутри. То есть пальцем внутри не больно, но этот жесткий носок защищает ваши пальчики, вы их не повредите. Давайте послушаем еще раз. Какой звонкий носок, да? Каблук у нас деревянный, деревянный, хороший, мощный каблук. Давайте послушаем, как он стучит. Каблуки тоже прошитые, да? Не просто приклеены. Российский производитель просто приклеивает каблуки и здесь они все прошитые. В общем, как-то так вот они выглядят. Ознакомились. Вот внутри вам тоже покажу. Вот все удобненькие, красивые, все кожица, да. Итак, еще отличительная черта испанских туфель это их дизайн. Вот вторые вам покажу, тоже вот недавно купила. Посмотрите, они вроде бы тоже замшевые, но здесь у них лаковое какое-то такое украшение в виде какого-то бантика, не знаю, то шнурки. Посмотрите, какой красивый каблук. Деревянненькие, они тоже вот прошитые, давайте посмотри. Вот, замечательно. То есть туфли есть вообще разного дизайна. Есть расписные каблуки, можете, знаете, все туфельки в цветы, в горох, хоть там змеиная кожа, абсолютно любой дизайн можно заказать. В общем, на вкус и цвет, в сознообразие. Итак, про что я вам расскажу. Значит, есть туфли замшевые, есть кожаные. Кожаные дольше, как правило, служат, но они более жесткие, да. Замша, она помягче, но за ней нужен более тщательный уход. Особенно, если это светлые туфли, да, нужно постоянно ходить там, щеточкой чистить, проветривать и так далее. Ну, проветривать любые туфли надо. В общем, вы поняли, кожа служит дольше, замша мягче. Внимание, рекомендация. Когда вы будете мерить туфли, да, покупать их, сразу одеваем, и чтобы, вот ощущение нужно поймать, чтобы вам нигде не терло, не жало, чтобы удобно и мягко было, как в тапочке. Разнашивать больно неприятно, чтобы было все сразу удобненько. Одели, как в тапочке. Еще от себя рекомендация. Я беру на пол размера больше. То есть, если у меня в жизни 39 размер, беру я себе всегда 39,5. И самый главный вопрос, где же купить такие туфли? Давайте разбирать. Вариантов много. Первое. Вы можете купить туфли бэушные и новые. Все по-разному относятся к бэу обуви. Кто-то хорошо, кто-то не очень. Но имейте такой момент в виду, что часто люди начинают заниматься, покупают туфли и, может быть, один-два раза одевают и продают их. Поэтому они почти новые, но по цене в два раза ниже, чем новые. А то еще ниже. И покупка может быть весьма выгодной. Бэушные туфли можно посмотреть на Авито, в всяких группах ВКонтакте. Я вам оставлю ссылочку внизу под видео. В нашей группе тоже девчата размещают эти объявления. Вы можете посмотреть. Информация может быть для вас полезной. И, конечно, можно купить новые туфли. В Москве много магазинов. Можно промониторить интернет по фирмам Бегония, Гулерея, где они продаются. И если вам удобно, если вас интересует, вы можете приобрести эти туфли на нашем сайте. Ссылку тоже оставлю под видео. Сколько же стоят испанские туфли? В среднем разброс идет 10-12 тысяч рублей за пару. Итак, вкратце я вам сегодня рассказала, какие бывают туфли, в чем отличие, особенности, где их можно приобрести, по какой цене. Если у вас остались какие-то вопросы, что-то непонятно, напишите мне под видео в комментариях. Я с радостью вам отвечу. В следующем видео я вам расскажу, как ухаживать за туфельками для фламенко. Поделюсь некоторыми лайфхаками. Мои дорогие, хочу пожелать вам хорошего солнечного настроения. Приятных покупок. И носите туфельки с большим удовольствием. Доробите, занимайтесь. И до скорых встреч во фламенко-мании. До скорых встреч. Поехали. Продолжение следует...